Самый светлый период – детство, и его обязательно нужно запечатлеть. Девятиклассник Дима Карпов победил в категории «Будущий защитник» благодаря тому, что переодел друзей в военную форму. Хорошо подобранный ракурс, хорошее освещение, ну и смотря что фотографировать. Если природу, то наверняка какой-то вид действительно красивый. А если человека, то главное – человек, как он стоит, как он позирует. Организаторы конкурса – городская дума, газета «Комсомольская правда» и департамент образования. Всего представлено 9 номинаций, каждая из которых отражает школьную жизнь и интересы ребят. Среди них – наше творчество «Золотая осень», «Любимый учитель», «Будущий защитник», «Самая спортивная школа». Жюри конкурса оценивало не только профессионализм, но и то, насколько юным фотографам удалось поймать момент. Это нестандартный подход к освещению школьной жизни. И я думаю, что этот конкурс мы сделаем регулярным. И вот такие идеи мне видятся очень перспективными. Целями, которые мы ставили перед собой в проведении этого конкурса – это выявить наиболее креативных, творческих ребят, наиболее сплоченные школы города. Лауреаты каждого этапа, всего 10 учеников, получили дипломы, медали и сувениры от Городской думы и Комсомольской правды. Лучшей по итогам всего конкурса стала школа номер 176. По задумке организаторов, состязание продолжится и в следующем году. Марина Матвеевшина, Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Учебного процесса.